Добрый день, уважаемые студенты! Сегодняшнее наше занятие посвящается анализу оценки карт как источников. В прошлый раз мы с вами говорили об источниках составления общегеографических и тематических карт. Их много. Например, астрономы геодезические, картографические источники, данные дистанционного наблюдения, натурных наблюдений, данные гидрометеорологических наблюдений, экологического мониторинга и так далее. Сегодня мы должны оценить эти источники. Они могут быть современными, которые отражают нынешнее состояние, и старыми. Конечно, про анализы картографических источников следует в первую очередь оценить ее содержание. То есть, соответствует ли это содержание к содержанию проектируемой карты, а также установить принцип построения их легенд. Основными критериями при этом выступают целесообразность избранных масштаба и проекции, достоверность карты, ее научная достоверность, логичность построения и так далее. Конечно, анализы и оценки карт и атласов всегда целенаправлены, поэтому критерии оценки пробретают разную значимость в зависимости, например, от содержания назначения карты. Критерии анализа и оценки на этом слайде показаны они. Например, в первую очередь оценивать, нам надо оценить математическую основу карты, выяснить целесообразность принятого масштаба, пригодность данной проекции, распределение искажений в проекции и возможность определения по этим источникам количественных показателей. Конечно, имеет большое значение оценка научной достоверности карты, где какие научные концепции приняты, правильно они передают реальную существующую пространственные закономерности и так далее. Дальше оценка полноты современности карты, прежде всего касается объема информации, заключенной в карты и ее нагрузку. Здесь также необходимо оценить геометрическую точность карты, которая характеризуется величиной погрешности, возникающие измерения по картам длин, площадей и других картометрических характеристик. Оценки качества оформления также имеют важные значения для визуального восприятия. Читателям важно, чтобы все детали, знаки карты были четкими, хорошо различными и однозначно показывались легенды. После оценки источников мы приступаем к составлению карты. Это первый этап составления карты, это проектирование карты, разработка ее концепции, составление программы, подготовка всей необходимой документации. Результатом первого этапа является программа карты. Конечно, следующий этап это составление карты, где выполняется комплекс работ по изготовлению оригинала карты. При этом, конечно, разрабатываются технические документации, предакционные указания и другие работы. Совершающим этапом является подготовка карты к изданию и издание самой карты. Как я уже сказал, перед началом работы над картой автор составляет ее программу. Конечно, эта работа начинается с получения задания на карту, где указывается название, масштаб, территория и назначение карты. Таким образом, в программе включают несколько разделов, например, назначение карты, математическая основа и так далее, где каждому разделу дается определенное пояснение. После этого приступают к составлению самой тематической карты. Эту работу начинают с создания географической основы, которые затем служат для нанесения своего содержания с источника на карту. Основа должна иметь сетку мер диаметр параллелей, где кроме них должны существовать некоторые общегеографические элементы. Конечно, при составлении карты можно использовать бланковые карты, провести, например, дополнение основы и другие материалы. Следующим этапом составления карты этой является разработка ее легенд. В основном кладут ту или иную классификацию картографируемых явлений, устанавливают вид и размер знаков градации и светлой гаммы шкал, выбирают фоновые окраски и вид шрифтов. Это очень важный процесс, который дает возможность проверить логику принятых классификаций. В настоящее время выполняют составление карт на компьютерной технологии с использованием разных GIS-программ, но иногда и выполняют составление традиционными методами. Конечно, составляют карты разные организации, разные исполнители. Они чаще всего работают в разных организациях. Они специалисты в своей области и различают следующие виды авторских и составительских материалов. Это авторский эскиз. Это первоначальный набросок, отражающий общую идею карты. Далее авторский макет. Это уже карта, выполненная на географической основе и точно передающая содержание, но составленная не в строгом соответствии с техническими требованиями. Далее авторский оригинал. Это уже рукописная карта, которая выполнена вместе с картографом, в полном соответствии с легендой, с необходимой точностью, полнотой и детальностью. И последнее, которое выполняется на картографическом производстве, это составительский оригинал. Это точный и полный по содержанию оригинала карты, составленный с учетом всех правил, требований и высоким графическим качеством. Конечно, на всех этапах осуществляется редактирование, то есть руководство и контроль со всеми процессами создания карты. Прежде чем завершить, я хотел бы сказать, что в настоящее время существует авторство в картографии. Автором всякой оригинальной картой считается картограф или специалист по теме карты, творчески разработавших ее содержание. И авторство картографического произведения принадлежит не только непосредственно автору, но и картографу, редактору тоже. На этом мы завершаем сегодняшнее занятие. Я благодарю вас за внимание. Будьте здоровы. До свидания. Продолжение следует...